Друзья, всем привет! Сегодня в апелляционном суде города Киева должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на миру пресечения для Юлии Кузьменко, которую обвиняют по делу Шеремета. Напомню, что ранее Арсен Аваков сделал брифинг, на котором рассказал, что он раскрыл дело Шеремета. Однако, при детальном изучении этого дела выяснилось, что это дело шито белыми нитками. Там и нет прямых доказательств людей, которых обвиняет Аваков, потому Аваков понял, что его разоблачили, а потому дал сегодня команду сорвать судебное заседание по Юлии Кузьменко, арестованный по делу Шеремета. Из тысячи прокуроров в Украине, из шести тих, которые есть в группе прокуроров, не смог прийти, сильно заняті. Когда мы выбирали запобежный заход, тогда начали все, кто лишь мог и не мог. И судья ночами, и прокуроры. Я не собираюсь невинную человеку дозволить тримать под вартою. Я мушу донести все свои аргументы, подтвердить аллеби, подтвердить необґрунтованность подозри висунутої Юлии Кузьменко. Если дозволите зараз повеститься в такій мега резонансній справі, то уявіть собі, що робиться втихаря у справах, які ніхто не знає і ніхто не бачить. Вы поняли, що происходит? Изначально Аваков посадил Юлию Кузьменко в СИЗО, а тепер, коли адвокат подав апелляцію, Аваков дал приказ не ходити представителям обвинения в судебное заседание, щоб апелляційна жалоба не рассматривалась, і Юлия Кузьменко продолжала сидеть в тюрьме. Адвокат подав ходатайство Главному Следственному управлению НПУ о проведении следственних действий при участии Юлии Кузьменко і Андрея Антоненко, щоб сопоставити, похожи ли вони на тех людей, які зафиксированы на камерах наблюдения. І що происходит? Аваков дал команду не приходити представителям обвинения следствием полиції на судебное заседание, не проводити следственні действия. Стоп! Ви обвинили публичного человека на брифинге. Ви посадили його в СИЗО. Ідет суд. Ну ви умышленно, представители государственной власти, не приходите на этот суд і не хочете висказывати свою позицію і висловити доводи адвоката. Що происходит вообще? Суд закривають і хочуть нас звідсить якимось чином виманити, щоб ми більше не зайшли. Деть, Юлічка, готова співпрацювати зі слідчим? Чекаємо слідчого, щоб сьогодні слідчий експеріент прям проводити і всі добре. Тобто ось бачите, ми готові. Тому генерал Коваль, який замутив цю всю кашу, підстав жорстко багато людей, направляйте сюди слідчого, нехай отримує клопотання. Випрошуємо просто ті слідчі дії. Будь ласка, поліція, працюйте, робіть свою роботу. Ми з вами готові хоч зараз працювати і їхати звідси прямо з цього залу суду на слідчі дії. Встановити істину, непричетність довести Юлі. На даний час ніякий прокурор, ніякий слідчий до мене не підійшов, щоб відповідно ми могли обговорити ситуацію, яка склалася. І так, ні один слідователь Авакова, ні один прокурор не прийшов в зал судебних засідань. Аваков, Геращенко, Владимир Зеленський провели шоу, обвинили людей в совершенній преступлений, скліпали сюжети на телевиді, сформували общественність, т.е. засудили людей і чисто інформаційно, просто сформували вже в відношенніх негативне мнення. А тепер вони не ходять на суд. Зеленський, це так працює твоя честна поліція, твої честні прокурори, твої честні суди. Ти ж маєш 100% власть. Чому тепер, коли діло дошло до суда, ви не являєтесь в суд? Аваков вмісті следователі направив в це засідання сотню беркутів. Так, друзі, нас штурмувати почали. Ось, це, я так розумію, це така домовленість у нас зі слідчими органами. Ось, іде штурм на даний час. Ось, бачите, я хочу показати. Ось, космонад. Розумію, що ось така домовленість з вами, шановний пан Коваль. Людей все-таки вирішили з лбами зіштухнути. Зараз вся країна побачить, що ви себе представляєте. Я вам скажу, пан Коваль, ви скотина. Ось і все, що я вам можу сказати. Ви вирішили таким чином, дехай вас безпреділ, дивляться вся країна. Я вам скажу, що ми їх просто-напросто не пропустили. Ви або піню зробите. Хочу сказати відкрито. Я думаю, що в моїх слів буде зайво, одні емоції. З приводу того, що ми з вами побачили. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре. Подякувати вам, особисто, подякувати вам, хлопці. Приступайте! Ну що, скотина, генерал, цього хотіли? Генерал, коваль, ти от там будеш сидіти, я тобі обіцяю. Допроводити, якщо романо і чоловік запроводить, не будеш щепа. Народний депутат, народний депутат тут. Або сюди являться прокурори, або в розвиті не вийде, або покладете тут вас і людей. Увірте мені, завтра вся країна побачить цього коволя. Коваль свій отримаєте, але не треба, щоби вас ненавиділи люди. Бо тут творится несправедливость, там сидит невинная людина. Это все право, в принципе, такая же фальшована, как и незаконно утримывая человека под вартою. Они сейчас решили совершить штурм. Не хватило у прокурорчиков и мусорцев приехать сюда, чтобы нормально это вопрос разумлеть. Вы хотите по беспределу працювать, но нехай вся страна увидит, как вы работаете и как вы относитесь к людям, где эти права людей. Я вижу, что девчата стоят, куда вы давите? Долбойоба, блядь! Слышь, ты, блядь, командир, иди сюда, ты, блядь! Слышь, кто командир? Все командир? Кто командир? Слышь, ты видишь, что девчата стоят, куда вы прижимаете их до векна? Ты виси, там девчата стоять, не придавили их. Ну что, ООН, где ваши права за обеспечения затриманных, а? Где ваша реакция? Просто, мать, мать его жесть. Просто жесть. Ольчак, держись, что бы не случилось, держаться. Держись, все будет хорошо, солнце. Все будет хорошо. Эта, сука, мудила Коваль, блядь, кроме того, что сфальсифицировал, все, да еще, блядь, отправил, блядь, детей, чтобы тут столкнуть бабами людей. Поприбивали там до двери, заблоковали двери. Поприбали там до двери. Ковальта, ай-дема! Ковальта, ай-дема! Ну и вам затримаем! ...по беспределу, по надуманным извинувачениям. И вместо того, чтобы решить это все в законном порядке, решить вопрос через инициативу на логу, вопрос о запобежный заход, або инициативу на вопрос просто изменения запобежного захода прокурора, звольнение Юлии Кузьменко из-под варты и далее проведение нормальных следований, и они решили силою всех отсюда выбирать. До сих пор прокурор так и не появился. Как они будут вытягивать ее из кухни, нехай поделиться вся страна. Тамара, Тамара, Тамара! Ну, ковай, тварь! Ты еще свою отримаешь за фальсификацию справы! Ну что, такую Украину, Зеленский, ты хотел построить? Эта зеленая слизь теперь дякует Авакову. Какой Аваков молодец, все правильно делает. Зеленский кривая от грива и дякует, дякует он. Почему вот эти вот избранные слуги народа, народные депутаты, никто из них не пришел в суд? Сам Зеленский не пришел в суд. Ну ты же пришел на брифинг, ты же дал свои комментарии, что дело раскрыто, полиция молодец. Так приди в суд, посмотри, как суд происходит. Не только брифинг, а сам процесс, юридический процесс. Ну Зеленский не пришел, не пришли народные депутаты, слуги народа, все спрятались под шконку. Так и зачем вы их избрали? Какое их предназначение? Какая их цель жизни этих людей? Что они делают? Да всем плевать этим народным депутатам. Я предупреждал, что если вы оставите Авакова, будут большие потрясения в Украине. Аваков не остановится ни перед чем. Фактически сейчас Аваков это президент Украины. Все управляется в ручном режиме. Власть, власть и только власть. Все, что они хотят. Ты, Зеленский, проголосовал за назначение Авакова. Ты теперь боишься перечить Авакову. Из Аваков тебя замазал кровью. Когда ты подяковывал на брифинге, ты поддержал версию обвинения. И теперь назад пути нет. Теперь они должны принуждать суд, следователей и прокуроров довести невиновных людей. Даже если они невиновны, все равно сделать их виновным, чтобы спасти свою политическую репутацию. Вы изначально вмешались в судебный юридический процесс. Вы нарушили ход действий, как должно быть по закону. А теперь суды, прокуратура и следствие должны будут подстраиваться под вашу политическую информационную версию. Я предупреждал, что Зеленский и Аваков потянут Украину на дно. Зеленский и Аваков В Тайн Киеве Продолжение следует...